Первые семьи из Сергеевского района уже стали соискателями жилищной соцвыплаты как участники новой программы «Комплексное развитие сельских территорий». С 1 января этого года на смену федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» пришла госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Так, с некоторыми изменениями продолжится финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. По новой программе получить господдержку могут те, кто постоянно проживает в селе и при этом работает в агропромышленном комплексе в соцсфере ветеринарии. Им, чтобы стать участником программы, как и ранее, необходимо подтвердить свою нуждаемость в улучшении жилищных условий. Есть и еще одно новшество. Оно предусмотрело участие в программе граждан, изъявивших желание постоянно проживать в селе. Например, из городского округа Самара, например, к нам приехали сюда в сельскую местность на постоянной основе проживать, осуществлять свою трудовую деятельность, ну и в будущем собираются остаться у нас тут проживать на постоянной основе. Такую выплату можно использовать на строительство жилого дома с нуля, завершение ранее начатого строительства, на участие в долевом строительстве, на приобретение жилого помещения на сельских территориях. Размер социальной выплаты, согласно данной программе, составляет 70% от расчетной стоимости жилья. Оставшуюся сумму в размере 30% граждане должны будут подтвердить за счет собственных, либо заемных средств. Социалисты жилищного отдела напоминают о том, что тонкости работы программы комплексное развитие сельских территорий немало, но и пакет документов не столь велик. Его вполне реально собрать за короткий срок, как сделали уже несколько семей из Сергеевского района. Екатерина Реснянская, Денис Ветрюк, Антон Ванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».